Далеко-далеко, так далеко, что пешком не дойдешь, почти у самого края света стоял один город. В городе том жили злые люди. Жители были не только злыми, но и жадными, обманщиками, врунами, ворами и разбойниками. Даже правители в городе правили по злому, и назывался этот город Злобинск. И вот как-то в злом городе Злобинске появилось правдивое слово. Многие слова сильно не взлюбили, им хотелось жить в обмане. Проще было врать, воровать, воевать, нежели дарить, любить и прощать. Люди обходили его стороной. Они боялись, что если кто примет правдивое слово или подружится с ним, то человек тот станет хорошим. А хорошим быть в Злобинске – преступлением. В тот день, когда его не впустили в последний дом на самой окраине города, правдивое слово решило покинуть Злобинск. Вышедши за ворота ограды, оно случайно повстречало бедного пастуха, выпасавшего овец. Пастух мало с кем встречался. С плетнями, которые царили в Злобинске, не интересовался и по большей части жил в уединении. Поэтому, когда увидел правдивое слово, очень ему обрадовался. «Оставайся со мной!» – предложил пастух. «Ура!» – обрадовалось правдивое слово. И стали они жить вместе. С тех пор пастух заметно изменился и совсем перестал походить на своих сородичей из города Злобинска. Говорил пастух только правдивые слова, поступал только честно, а трудился еще усерднее. Пойдет он, бывало, на базар продавать шерсть овец, а его, как обычно, водилось в Злобинске. Обманут, заплатят меньше, чем следует, обругают его товар. Раньше, до встречи с правдивым словом, пастух бы промолчал, взял те немногие гроши, что дают, и ушел обратно к овцам. Но теперь, после встречи с правдивым словом, молчать он не мог. «Обманывать – нехорошо», – заявлял пастух. «Обижать людей – плохо. Недоплачивать и отбирать заработанные честным трудом деньги – нельзя». «Да мы всегда так делаем», – отвечали пастуху. «Почему это ты возмущаешься?» «Потому, что мне правдивое слово открыло истину. Оно сказало, что злым быть – плохо и неправильно». Как услышали люди в Злобинске, что пастух подружился с правдивым словом? Отняли у него товар и забрали деньги. «Избавься от истины», – предлагали ему лжедоброжелатели. «И станет все, как раньше. Ведь правдой сыт не будешь. Чтобы прожить, нужно обманывать, обворовывать, клеветать. Не сделаешь так – пропадешь». Однако пастух от истины не отказался. Оставшись в нищете, собрал он свои скудные пожитки и покинул Злобинск. Отправился пастух ходить по земле и провозглашать правдивое слово. Придет в какой-то город или поселение, станет на центральной площади и рассказывает людям о том, что нужно поступать по совести, не обижать других, не воровать, не обманывать, о том, что важно помогать, поддерживать, прощать ошибки, любить. Иногда пастуха с площадей прогоняли, а иногда и нет. Однако прислушиваться к правдивому слову мало кто ходил, и принимать его почти никто не желал. Так пастух ходил из одного места в другое, из селения в селение. Много поселков обошел, множество людей повстречал, пока однажды не попал в город под названием Благинск. Придя туда, пастух, как обычно, вышел на центральную площадь и обратился с правдивым словом к прохожим. И случилось необычное. Люди в Благинске пастуха и правдивое слово не проигнорировали, а подошли и прислушались. А потом позвали своих соседей, друзей и родственников, чтобы и те послушали правдивое слово. Очень им понравилось, о чем говорил пастух. И вот весь Благинск принял правдивое слово. Мало того, Благинсам так оно понравилось, что они попросили пастуха оставить слово им. И тут случилось самое великое чудо. «Знаешь, если я возьму яблоко и поделюсь им с тобой, то у меня останется часть яблока, и у тебя будет часть яблока. А вот если я поделюсь с тобой правдивым словом, то у каждого из нас окажется целое правдивое слово. Не часть, а все целиком. То же случается и с любовью, добротой и нежностью. Сколько не делишься ими, у тебя все равно останется полное и неделимое. Вот такое вот чудо!» Пастух с радостью согласился поделиться с жителями Благинска правдивым словом. Поселилось оно в каждом доме, в каждой семье, и с тех пор жизнь в городе Благинске стала процветать. Все усердно трудились и мирно жили. Вот что сотворило правдивое слово. Однако, где бы пастух ни ходил, что бы ни делал, не мог он забыть родного города. Очень хотелось ему помочь людям, среди которых вырос. Поэтому спустя какое-то время решил он вернуться в Злобинск. А придя, город не нашел. Исчез Злобинск. Воевал с соседями, потом обнищал, был разграблен и сожжен до тла, только обгоревшие стены остались. Ложь, зло, безделье, лень и другие пороки разрушили некогда большое селение. Заплакал. Но делать нечего. Поздно чем-то помочь, когда помогать-то уже и некому. Те, кто не приняли правдивое слово, исчезли с лица земли. А пастух отправился дальше, нести правдивое слово тем, кто готов его принять. Готов ли ты принять и выслушать правдивое слово? Если да, жди. И однажды оно обязательно к тебе придет. И тогда мир, любовь, радость будут сопровождать тебя во все годы жизни. Вот стою у двери и стучу. Для вас поделиться добрым словом не забудь. И отправится оно в далекий путь. И милость, и любовь, и спасение Подарит для нас, для вас. Важно добрым быть и людям помогать, Но важнее весть благую рассказать. О милости, любви и спасении Для всех, для нас, для вас. Субтитры подогнали Симон.